Смотрите, какая у нас погодка. Конец декабря, перед самым Новым Годом. Температура. Вот, 7 градусов тепла. Не верите? Вот, смотрите. 7 градусов тепла. Канада, пригород Торонто. Идёт дождь, тепло. Просто, просто невероятная погода. Я за всё время, что я живу в Канаде, такого не помню. Серость, мрак. В общем, что делать? Белого Нового Года у нас не будет со снежком. Но, может, оно и к лучшему. Потому что ехать в гости со снегом, по снегу, это не самое приятное дело. Ну что ж, пойдёмте. В отличие от погоды, мы всё-таки будем набираться новогоднего настроения. Наверное, это моё последнее видео перед Новым Годом. Будет я вас поздравлю. На фоне красивой ёлочки какой-нибудь мы идём в шоппинг-центр. И мы там наснимаем огоньков и ёлок. Я уже вам много чего показывала, но вот в этом мы ещё не были. Ну что, начинаем со снежинок в Атуман. Видите, какая красивая инсталляция свисает. Я вам хочу сказать, что сегодня народу намного меньше. У нас 26 декабря. Сегодня 27 декабря. У нас 26 декабря так называемый Boxing Day. Это такое канадское Black Friday, когда всё-всё-всё на распродаже. А сегодня 27, значит, день после. И народу меньше, потому что сегодня уже рабочий день. 26 у нас официальный выходной. И, честно сказать, мы вчера съездили с мужем по магазинам. Ничего особенного, никаких особенных скидок нету. Вот в Зарочке. В Зарочке уже сейл. Но в Зарочку мы сегодня не пойдём, потому что там сумасшедший дом. И у меня нет времени, если честно. Я, как всегда, набегу. Видите, вот сейл, сейл, распродажа в Заре. И пока ещё цены такие не самые низкие. Поэтому мы ещё немножко подождём. Идём смотреть ёлку. Ну вот, смотрите, людей немного. Это немного. Вчера мы были здесь. Здесь было столько людей. Здесь невозможно было протолкнуться. Но на самом деле покупать ничего такого не было. Никаких больших скидок и распродаж не было. В основном были люди, которые бегали и искали, что будем купить. Вот, смотрите, какая у нас ёлочка красивая здесь стоит. Вот такая вот шикарная. Шикарная подруга. Ну, искусственная, конечно, но красивая. Всё блестит и переливается. Пойдёмте посмотрим, какие скидки есть. Вот она. Какие есть интересные скидки. Может быть, зайдём что-то по мере, может быть, нет. В основном ещё всё продаётся вот такое рождественское... Рождественское новогоднее. Видите, вот плестюшки. Вон там в витрине стоит манекен. Вот я, ненакрашенное страшное зелёное платье в пайетках. И, в общем-то, пойду я в магазин, посмотрим, какой. В общем, пойдёмте будем смотреть, что есть нового интересного. Вернее, что есть на скидках после рождественских. Вот такие симпатичные оболочка. Причём она 225 долларов. Есть такие синенькие и чёрненькие. Вот, пожалуйста, стоит 40 долларов. Что-то вот в этих вот коробках. И ещё 50% сверху. Это что, на тапочки? Нет. Вот на такие ботинки. На всякие. Разные. И ботиночки, значит, они, получается, стоили 40 долларов. Ещё на них 50% скидка. Это очень дешево. Или вот такие вот. Вот этого самого. Подзверинец. Вот тоже такие модные, примодные. Примодные. Клеёнка, конечно. Ну, размер, кстати, пятый. Не, у вас шестой. Ну, не важно, тоже может быть. В общем, клеёнчатые такие самые. 40 долларов. То есть, получается, 20 долларов они ещё стоят. Вот эти стоят 60. И на них тоже 50%. Значит, вот, смотрите, скажу. Очень модные. Стоили 130. Сейчас стоит 60. Ещё 50. 30 долларов. Вообще, конечно, дёшево. Очень. Есть такие. Есть вот. Есть чёрные. Хорошая цена. Правда, всё так дёшево. Вот эти мне нравятся. А, это Акс. Уги. Мой размер, между прочим. Так. 200. 120. 120. И ещё половина. Значит, это будет 60. 60 долларов. Ну, в общем, много всякой обувки. В основном такие вечерние. Вот есть ботинки всякие. Ботинки вот золотые. Смотрите, какие. А. 84. Видите, были 105. Потом 84. Сейчас на них ещё 50%. Вот эти какие-то. Это настоящий барашек или нет? Сейчас посмотрим на цену. Так. Стоили 170. Да. Сейчас 102. Наверное, настоящий барашек. Это Кугар. Это наша известная канадская компания, которая делает землёбург. Очень считается хорошая. Это они же такие. Прощай, молодость. Тоже Кугар. 220 были. Сейчас 150. И ещё, наверное, на них ещё половина. Я думаю, что это натуральный мех. А ну, да. Вот видите. Сейчас посмотрим. Так. Значит, короче, это натуральная кожа. Натуральный мех. Всё натуральное. Очень размыто. Плохо видно. Мне трудно туда влезть. Вот. Вот такие вот. Видите? На натуральном меху ботиночки. Все они. Это резиновые. Но, в общем, все они вот этой компании. Вот тоже какие хорошие. Но эти, наверное, уже на искусственном меху. Почём они? 160. 200 были. Сейчас 160. То есть, тоже на них половина. Кашемиры. Почём у нас? Кстати, на кашемиры. Вот написано, что 30% скидка. Вот эти свитера кашемировые очень приятные. Такие приятные на ощупь. Есть вот разных расцветок. Есть однотонные. Есть вот такие вот. Есть полосочку. И вот они довольно толстые. У них есть такой, знаете, как будто бы половоротничок. Зачем они стоят у нас? 250. Ага. В общем, дорогие. 175. Вот этот вот. Беспола. Просто с обычным горлом. Вот этот свитер, кстати, мне нравится. Помните, я всегда говорила, что все кашемировые свитера Обычно такие узенькие, тоненькие такие. Ну, в общем, длинные узенькие свитерочки. Немодные. Вот эти вот очень даже как раз нормального фасона. Видите, как он выглядит? Он довольно широкий. Какой-то размер. Это медиум. То есть вот он довольно такого, знаете, такой широкий, объёмный, симпатичный свитер. Вот с таким вот воротничком пола. Они есть разных цветов. Вот. Ну, цветов небольшой выбор, если честно. Вот есть такие вот тёмно-коричневые. Есть синий в полоску, бежевый в полоску. Вот этот мне прямо очень нравится. И качество у них великолепное. А вот эти кашемиры подешевле. И на них тоже 30% сейчас скидка. Видите, кашемир. И он стоит 150. То есть уже как бы цена такая вполне приемлемая. И вот эти, по-моему, как раз вот такие вот тонкие длинные свитера. Но они есть без подобных цветов. Есть розовый, зелёный, очень красивый, синий. Такой розовый, нежно-розовый. Потом они есть на пуговичках, как кардиганы. Тоже есть серый, есть синий. В общем, красивые свитера. У нас, конечно, беспорядок. Потому что вчера после этого буксин-бей. Все тут это самое. Всё перевёрнуто. Вот этот мне нравится. Посмотрите, какой кашемировый кардиган. С кармашками, вот с такими вот. Коротенькая такая кофточка. Сколько он стоит? Это снова размер. Сейчас посмотрим цену. 250. Ага, вот этот из дорогих. Потому что он плотный такой, толстый. Вот этот симпатичный, кашемировый такой. Кашемировый кардиганчик. Мне он даже очень нравится. Ну, то есть цена, так скажем, вот на эти, которые потоньше, 150 баксов и 30%. На них скидка. Вот, в принципе, цена, ну, не такая, не смертельная. 150 долларов дешевле, чем, ну, примерно столько же, сколько в Леникло. Вот он, видите, надет этот свитер. Он такой довольно большой, такой объёмный. Вот такие вот у нас 30%. А, видите, это плюс сайз. Это на большие размеры. Кашемир и Мерина. Посмотрим, что ещё у нас есть. Ну, вот, везде вот эти вот кашемиры лежат. Они их очень рекламируют. Это, наверное, костюм кашемирового спортивного. Штаны. Я даже не вижу, где это он находится, где он есть. Пойдёмте ещё посмотрим, что есть. Скидки небольшие. В основном 30% на свитера, на всякие разные. Как на кашемир, так и не на кашемир. Это полиэстер. И стоит он 85. Ну, за 85 полиэстер уже лучше купить за 150 кашемировый. Тем более, что на всё сейчас 30% скидка. Вот, видите, везде 30%. Я вам хочу сказать, что в этом году, конечно, скидки совсем не особо никакие. Просто никакие. В прошлые годы всегда было и по 50, по 40. А сейчас 30% это, конечно, очень мало. Очень мало. Вон пуховики какие-то красивые висят. Пойдёмте посмотрим. А вот эти штаны спортивные. Тоже кашемировые. Да, тоже кашемировые штаны. Стоят они 275. Сейчас на них скидка тоже 30%. Вот это, наверное, кашемировые кардиганы. Смотрите, какие. Вот такие длинные с карманами, без пуговиц. Такой 350 кашемир. Вот такой вот кардиган. Видите, длинные кардиганы с карманами. Уютный, симпатичный кардиганчик. И они есть вот таких вот светлых цветов. Есть вот такие вот брюки. К ним в комплект вот такого цвета есть брюки. И вот такие вот пуховики. Пуховики, кстати, симпатичные на поясе. Почём они? За 250. И на них тоже 30% скидка. Это я нахожусь, кстати, в отделе плюс сайс. Вот, что-то у меня занесли. Надо пойти в обычный отдел. Так, новогодние блестюшки. По-прежнему ещё продаются. И на них, по-моему, 40% скидка. На все вот эти вот платья новогодние. Ну, что, красивые уже, да? Ну, вы меня знаете. Я спокойно мимо блестюшек пройти не могу. Но они действительно симпатичные. Хорошо сделаны. Так, аккуратненько. Вот, если кому нужно на Новый год, сейчас самое время покупать. После Рождества. После рождественских... После рождественской распродажи. Представляете, какая юбка красивая. Такими вот волнами разноцветными. Вот такое вот платье шикарное. Внизу оно в перьях. А, оно, значит, на одно плечо. Всё в пайетках. А внизу пёрышки. Вот такое вот. Или... Вот такой жакет. Я, кстати, вам когда-то уже его показывала на манекене. Он мне очень нравится. Какой-то размер. У меня много пайеток. Мне не нужно. Но я увидела, что он на сейле. Увидела, что это большой размер. 329 долларов. Ого! Даже 40% скидка. Это, конечно, дороговато будет. Особенно, если учесть, что мне, в общем-то, не нужно. Или вот такое вот. Серебряное с рисунками. Но, опять же, у меня много. Я просто сороку увидела и давай. Вот платья такие праздничные тоже. Вечерние. Смотрите, какой интересный. Как интересно сделана ткань. С такими нашитыми цветочками. Причем такая красота. 386 долларов. Ого! Или вот такое вот кружево. Это, наверное, компания дорогая. Self-portrait, наверное, есть у нас такой бренд. Поэтому оно так дорого стоит. Ой, нет, это нет. Это другая. Eliza G. 252. Это не self-portrait, но тоже в их стиле. И тоже очень-очень дорого. Посмотрите. Видите, у нее такие спущенные рукавчики. Вот такое вот. Вот такое вот красивое платье. Ну и здесь много всяких вечерних. Вечерних нарядных платьев. Вот, смотрите, какой. Ой, sorry. Четка меня чуть не ошибла. О, вера мода. Должно быть недорого. Должно быть недорого. Непонятная цена. Непонятно, сколько стоит. Ну, красивое. Видите, оно на бархатной основе. Наши-то пайетки. Прям реально красивое платье. Вау. Супер. Интересно, сколько оно стоит. Мне прямо очень нравится. Ну, кстати, висит здесь одно. Ну, и вот эти вот пайетки всякие. Видите, они не дешевые. 154. Тоже на бархате, по-моему, пайетки пришиты. Это интереснее, чем вот такие вот пайетки, которые просто на сеточке пришиты. Вот это вот, видите, оно на бархате пришитые пайетки. Вот это тоже. Так, в глазах заблестело вам уже. Вон зеленый бархат. Вот такое платье. В общем, нарядных платьев много. Есть такие полушубки. Если вам нужно... Кельвин Кляйн, кстати, если вам нужно так по-быстрому накинуть на вечернее легкое платье, 150 долларов стоит. Вот здесь много нарядных платьев. Вот похожие... Помните, я в манго мерила вот похожие ткани, только здесь совершенно другой фасон. Но это Кельвин Кляйн. На них, видите, сейчас 40% скидка. Написано женское дневное платье. Ничего себе дневное. Вот эти вот бархаты, они приравнивают к дневным платьям. Вот эти вот пайетки. Это дневное у них платье. Ну, знаете ли. Такого я еще не видела в Канаде. Может, дневное? Вон, посмотрите, какое красивое. Какая красивая ткань. Прямо концертная. Много вот этих вот платьев сейчас. Вот эти вот рисунок на бархате, правда? Томми Хилл Фигер тоже вот сделали нечто подобное. Здесь тоже 40%. Да, и Томми Хилл Фигер 40% скидка. 190 на 100. И вот на него сейчас 40%. Если вы... Вот зеленая красивая. Если вы как бы еще не накупили, или вы хотите купить на следующий год в вечерних платьях, чтобы вам было на следующий Крисмос, вот смотрите, какое интересное, симпатичненькое платьице. За 160 долларов. Это верх ногами этикетка пришита, или так должно быть? Смотрите, какое интересное. Вязаное трикотажное платье с такими пуговицами. Сделано, как будто бы внизу, внизу немножко раскрушается. Сделано, как будто бы оно жакет, но платьице. Есть, есть, ничего. Такие симпатичные вещи. Вот этот бархат. Что-то меня потянуло на бархат в последнее время. Томми Хилл Фигер, оказывается, делает много бархатных платьев. Вот оно как. Интересно, интересно. Смотрите, чебурашка. Она стоит 187, стоила 250. И на них еще 20% вот экстра скидка. 25, еще 50, что ли. В общем, короче. Вот такая вот чебураха. Очень даже симпатичная. Они даже очень ничего. Такого качества приятного. Вот их много тут висит, всех размеров. Есть черненькие чебурашечки. Я только не понимаю, как систему их. Значит... А, я поняла. Значит, вот эта вот цена, 187, это цена. Это вот эта 25%. Видите? Вот уже написано 25%. Еще плюс, значит, 50%, видимо, потому что у нас боксин-вик. Вот этот боксин-дэй. Они делают вик. Значит, 188. Пополам это будет 90, примерно около 90 долларов. Ну, в принципе, недорого для чебурахи такой, для шубки, если кому-то нужно. По-моему, всех уже они есть. Вот компания Olsen, тоже довольно известная у нас компания. Видите, написано Апту 70. Апту 70% это значит, что некоторые 70, некоторые 50, некоторые 30. Вот курт 125 долларов, стоила 420, понимаете? Вот такая вот оранжевая с капюшоном куртка. Хорошая, довольно скидки. Такой пуховик. Скидки довольно хорошие. Они есть еще бежевого цвета, если вам больше нравится, нравится такой оранжевый. Но вы понимаете, в принципе, скидки довольно большие. Дело распродажи. Ну, здесь, видите, много чего висит. Все по одному. И здесь реально прям надо перевернуть весь, всю эту полку, чтобы найти что-то интересное, то, что вам подойдет. И вам хочется. Здесь прямо все вещи по одному. Цены так. Не то, чтобы уж такие уж дешевые, 109 долларов. Но здесь, вот видите, много-много-много-много всего. Все по одному экземпляру. И это такая типичная любимая охота американцев, канадцев. Вдти в такой магазин и давай, значит, переворачивать эти эти стенды. Вот видите, как их много. Вот они все-все-все здесь стоят. и листать, 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 листать. И найти в куче, вот непонятно чего, найти что-то такое, прямо бриллиантные эти вещи. В основном летние здесь висят. Немножко земли есть. Но эти тоже порядка нет большого, потому что люди приходят, много людей, все, значит, крутят, вертят эти все шмотки, которые здесь висят, переворачивают их вверх тормашками. Вон какая-то такая рубашка, пальто-рубашка от Вера Моды за за, за, за 259. Я не знаю, это она, наверное, не на селе, просто так ее сюда повесили. Вот какой-то интересный такой свитер. Свитер пончо. Свитер такой, видите, интересного фасона. Размер смол 70 долларов. Красиво такой цвета. Молочный и шоколадный. Вот. Ну, в общем, здесь, видите, много всего. Надо тут провести пару часов, если стоять и просто переворачивать все подряд. 64 доллара, что-то голубое. Свитер-платье, кстати, красивое. Но у меня есть похожее. Смотрите, какой красивый. Как интересно сделана вязка, рисунок, и оно такое приталенное. Прямо мне оно понравилось, но мне просто не нужно. Господи, мне вообще ничего не нужно. Я просто хожу по магазинам, чтобы вам показать что-то симпатичное. Прямо очень симпатичный свитер. Свитер-платье, причем оно не как мешок, оно приталенное, сделано такое с рисунком. И это размер large, но на вид оно довольно узенькое, совсем не выглядит как large. Ну, в общем, если здесь поковыряться, здесь можно найти без случаев, что, может быть, они еще дают экстра, видите, везде написано, что еще экстра 50% скидка. То есть, допустим, оно стоит 65, это будет вообще там 30 с чем-то под 40 баксов. Недорого. Конечно же, украшения на елку рождественские. Сейчас, видите, 75% скидка на них. Я вам их показывала задолго, задолго до Нового Года, до Рождества. И вот сейчас на них очень-очень большая распродажа. Значит, если они стоили 13 долларов, то вот 75%. Довольно большая скидка, но я вам хочу сказать, что осталось очень-очень мало, совсем практически немного. Прямо считанные украшения, здесь были прям ряды, ряды, ряды. Вот тоже елки продают, уже сложенные в коробочку на распродаже. И вот все, что осталось от рождественских украшений, можно сказать, вообще ничего не осталось. То есть, если вы хотите что-то покупать, то прямо надо сейчас, потому что еще несколько дней и уже ничего не останется. Я должна сказать, что остались самые некрасивые. Вон, кто-то шар разбил. Боже, как жалко. Потому что они стеклянные, они реально стеклянные. Это не пластиковые шарики, это стеклянные, настоящие стеклянные шары. У меня единственная проблема с ними, они такие тяжелые. Я не представляю, как вот на елку повесишь, елка обвалится под них. Но их надо немного вешать. Они как бы не полную елку, аккуратненько так. Ну, вот елки такие стоят уже. Видите, я вам хотела предрождественское настроение. Они уже все их разобрали, все игрушки поснимали и продают их на распродаже. Я, пожалуй, пойду отсюда, потому что здесь никакого рождественского настроения не создается. А как-то наоборот, новогоднего настроения, вернее, не создается, а наоборот, потому что как-то очень грустно все это уже такое в коробках лежит. уже такое на сейле, уже совсем непопулярный товар, никому не нужный. Ну, вот постельное белье. Видите, боксинг виксейл. 60% на фланелевые вот эти вот наборы, которые стоят. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, блин, цены нигде нету. Что за манера в этих магазинах? Они не вешают цену. Не вешают цену, и потом, значит, чтобы что-то понять, что сколько стоит, надо искать продавца, спрашивать. Так это все неудобно. Но по факту, видите, на постельное белье 60% скидка. Вот это прям такое явно фланелевое, такое прям страшное, оно какое-то грустное, какое-то мужское. А вот это новогоднее рождественское мотивы. И оно стоит 40, видите, 44 доллара стоило 110. Вот так. Вот всякие пледы. Вообще как-то уже пусто, грустно, все-все-все разобрали на подарки. Тоже 60% скидки на пледы. Это обычные такие пледы. Я даже не думаю, что это не шерсть никакая. Вот эти вот такие флизовые. Они очень приятные, очень мягкие, но на самом деле на них они обычные, дешевые, симпатические. Вот такое тоже рождественское постельное белье. Посуды. Вот я нашла какие-то более повеселее постельное белье. Тоже такое серенькое, скромненькое. Вот это красивое. Видите набор. Вот они прямо вот так выставлены. На них 50% скидка. Падова называется. Грей коллекция. Серая коллекция это видимо Падова, что-то итальянское. Так, вот такие вот наборы. Видите, все расцветки очень такие сдержанные. Ничего такого яркого, цветного нет. Называется Айрис. Вот видите, разных таких расцветок и все очень-очень и все очень-очень такое скромненькое расцветочки. Клеточку серенькое вот такое. Я не знаю, цветное яркое разобрали. Ну вот, то, что есть. В принципе, это нормальная расцветка, но кто же кладет там всяких попугаев и цветов? Полотенце 50% скидка. А ну вот, пожалуйста, вам яркое. Если вы хотите, то вот вам такой вот с такими вот подушками. вот такой вот разноцветный. Это как раз попугаи и цветы. Смотрите, какие подушечки. Мягенькая такая вот эта вышивка здесь. Вот какая красавица. Почем Тед Бейкер в 100 долларов подушка. Эти тоже по 100 долларов. Ну да, да, здесь такие цены. Вот, но сейчас видите, вот, все, все Апту 60%. Апту это очень хитро. Хитро. Это может быть и 10, и 20, и 30, но они пишут, что Апту 60, потому что самые большие, в общем, скидки на какие-то вещи, которые 60%. Вот, значит, например, вот здесь 50% написано, стоит 70 долларов. Вот здесь 50%, 72. Ну, в общем, в основном по 50%. 60% наверное, что-то есть, но очень, видимо, мало. Это по 50% скидка, но я вам хочу сказать, что подразобрали все, все подразобрали. Полочки такие полупустые на Рождество понараскупили все, сколько они стоили непонятно, но сейчас на них 50% скидка. Вот красивые хорошие такие цвета, нежно-голубой, серый, светлый, бежевый, но есть вот такие вот синие, если вы любите. Вот они сделаны из хлопка, хлопок и модал. А вот, 22 доллара. Глюкштейнхоум это такая известная компания домашнего всякого декора. 22 доллара для полотенца для ванны это недорого, это хорошая цена, но видите, сильно раскуплено все, потому что перед Рождеством люди очень часто покупают это на подарок. Полотенце это вообще прекрасный подарок, он как бы не надо его примерять, не надо, не знаю, подойдет, не подойдет, вот махровый халат тоже всем подойдет, не обязательно как бы знать уж точно размер. Ну вот такие вот махровые халаты тоже продаются, синие, бежевые, много-много полотенец, есть цветные, есть однотонные, я люблю однотонные, но как-то нигде нет цветного полотенца, не знаю, привыкла что ли. Ну вот их очень много разных цветов, всех видите, посветлее, потемнее, оранжевые, вот такие, серые, у меня все вот такие вот, дома все вот такие серые вот всякие примочки для ванны и вот посуда, что у нас в посуде, посуде у нас тоже скидки, вот 40% на бокалы, 40% на тарелки, видите, на посуду довольно хорошие скидки 40%, это тоже, потому что уже после Рождества уже все купили подарки, уже все, все уже накупились и уже, в общем-то, осталось. Почему делают скидки после Рождества? Потому что перед Рождеством все покупают подарки, и все идет, и полотенце, и посуда, все что угодно, а после Рождества, когда уже все, все при подарках, денег уже ни на что, ни у кого не остается, все уже как бы оставляют все покупки до лучших времен, вот поэтому и делают вот этот так называемый боксинг-дей, у нас там называется, 26-го числа, вот именно после Рождества, но многие делают боксинг-вик, то есть всю неделю есть скидки распродажи, что распродали, что осталось, вот красивые какие, смотрите, молочник, очень красивый, здесь целая серия вот таких вот красивых цветных, цветной посуды, вот видите, здесь прям такие тематические, они прям в коробках, вот это вот точно на подарок может пойти, потому что они продаются вот в таких вот красивых коробочках, вот такие чашки с этим ситечком, это чтобы заваривать чай, как у этой Эллочка-людоедка с ситечком, пришла в восторг, вот такой вот чайник, боже, как это все красиво, и чайник с таким же ситечком, ну красота, вот какие красивые чашки, но это все, видите, подарочные, они все сделаны в коробках, я удивляюсь, что вообще после Рождества еще что-то осталось, их все не раскупили, потому что чашка это тоже самый такой прекрасный, надоевший всем подарок, но самый популярный, потому что, когда вы не знаете, что подарить, что человек любит, какие у него приоритеты, это купить чашку с блюдцем за 25 долларов, как раз цена такая для среднего подарка, ой, кстати, а мне ведь надо, я и забыла-то совсем, мы ведь идем на новогодние, встречаем Новый год с друзьями, и мы договорились всем сделать это, секрет санта, то есть все покупают подарки, примерно 10-15 долларов, недорогие, и обмениваются потом подарками, обмениваются подарками, вот, и мне нужно купить два подарка, то есть я и муж, как бы, им у нас по подарку, и нам кто-то дарит, мы дарим кому-то, вот сейчас я вспомнила, когда я заговорила про чашки, что самый лучший подарок это чашки, я подумала, что вот мне уже нужно мне же нужно что-то купить, но мы договорились 10-15, то есть так, чтобы не входить в большие расходы, получается символические подарки, но надо что-то пойти поискать, вот как раз я вспомнила, сейчас заодно и займусь, ну не эти, не кастрюли, конечно, вот на кастрюле 25% скидка, Кузинарт, это известная компания, видите, вот 59 долларов стоит кастрюля, и на них сейчас 25% скидки, вот они из коробка, красивые такие, смотрите, какой красивый цвет, сковородочка, тефлоновая, тефлон у нас сейчас очень непопулярен, все считают, что это вредно, и тефлоновые сковородки почти никто не покупает, но тем не менее, вот их много здесь, и они представлены в больших количествах, и видимо, все-таки люди покупают, как вы не хотите, раз продаются, у нас красиво все украшено, прямо дождик, дождь из лампочек, так красиво, свисают такие инсталляции, сейчас я подойду вам, у нас здесь очень красивая инсталляция, на фоне которой все фотографировали, просто лампочки, здесь еще такие хрусталики висят, красиво они сделали, здорово, второго этажа, и вот она уходит вниз, такая красавица, здесь так шумно, вот такую красивую инсталляцию, смотрите, елка, шарики, ой, народ ходит, не получается у меня снять издель, все мне мешают, давайте я поближе подойду, покажу вам, видите, как красиво, давайте на фоне этой красоты, девочки, я вас поздравлю с наступающим Новым Годом, я всем-всем-всем желаю, чтобы этот год был самым лучшим в вашей жизни, ну, может, не самым лучшим, но не самым худшим, пусть все-все-все будет у вас хорошо в Новом Году, все-все-все, о чем вы мечтали, пускай все сбудется, пусть все плохое останется в старом году, а в Новый Год мы возьмем все самое хорошее и самое приятное, все, что нам нужно для того, чтобы быть счастливыми, успешными, красивыми, веселыми, в общем, всех с Новым Годом, с наступающим, люблю вас, целую, всем привет из Канады предновогодней, всем пока, увидимся в следующем году, наверное, уже. Субтитры подогнал «Симон»